Не хотите ли чаю? Чистая правда. Режиссер Курилков, приехавший на постановку спектакля, очень известный крупный театр, не курил. С собой он привез жену и готовый макет декораций. Впрочем, жена ездила с Курилковым всегда, на все постановки. Во-первых, потому, что была театральным художником, и макет был ее кровным детищем. А во-вторых, потому, что блюла супружескую верность. Не свою. Верность своего супруга-режиссера, чрезвычайно любящего режиссерские показы. Что в этих показах было, по мнению супруги, звали ее старинным именем Евдокия Криминального? А то, что особенно охотно показывал Курилков молодым актрисам, как правильно на сцене целоваться, долгими поцелуями, страстно обниматься, как завлекать в амурные сети. И вроде бы ничего такого особенного в этих показах не было, но ревнивое до умопомрачение Евдокия предпочитало быть свидетелем всех этих невинных флуктуаций супруга, дабы упредить и не допустить. Курилков же относился к строгостям жены с юмором, ибо земную жизнь давным-давно прошел до середины и много дальше, Так что угроза, приближающаяся стремительным темпом эректильной дисфункции, уже приучила его к сугубо платоническим отношениям с юными дарованиями. А вот так они и существовали в полной гармонии режиссер Курилков и его жена, художник Евдокия. Она рисовала эскизы, клеила макеты, а он ставил спектакли. Она ревновала, сидя в уголке на всех репетициях, а он выскакивал на площадку, чтобы показать очередной Джульетте или Дездемоне правильный, страстный поцелуй. И непременно чуть-чуть задерживал на горячем теле свою режиссерскую руку. Задерживал лишь на мгновенье, подспудно и тщетно пытаясь воскресить увядающий трепет желания. Однако дело вовсе не в этом, ибо рассказ сей не про похотливого стареющего Дона Жуана, а про то, что страдал этот самый Дон Жуан экземой на нервной почве. Проявлялась эта гадостная гадость в том, что, раздражаясь от бестолковости артистов или технических работников, начинал Курилков сперва чуть заметно почесываться, но затем расходился. И буквально раздирал себя ногтями до кровавых ручейков. Озабоченная сохранением режиссерского статус-кво, Евдокия никак не могла допустить этаких казусов, а потому давно, еще во времена первых совместных постановок, выработала систему условных сигналов. Как только зоркая Матрона замечала первые признаки приближающейся угрозы, она, изрекши «Анатолий, не хотите ли чаю?» Мужа она звала на «вы» и «Анатолий». Спешно направлялась к помощнику режиссера с требованием немедленно объявить перерыв и принести Анатолию напиток. Измученные требовательным режиссером работники всех цехов с радостью выполняли требования жены Онова и устремлялись наперекур. В театре трудно что-либо сохранить в тайне от коллектива, а потому очень скоро об экземе и о системе тайных сигналов узнавали все без исключения вплоть до служителей гардероба и очень сочувствовали бедному Толику, а иначе промеж собой нашего Дона Жуана никто и не называл. Репетиции волков и овец выкатились на финальную прямую столь стремительно, что многочисленные технические проблемы за этой стремительностью никак не поспевали. Занавес был не расписан, костюмы не пошиты, реквизит лишь из подбора и так далее, и так далее, не говоря уже о том, что многие исполнители даже главных ролей по сцене циркулировали, пряча листочки с текстом от глаз режиссера. Но не успевали, но не укладывался текст пока еще в головах. Курилков крепился, всеми силами крепился и не выказывал волнения до поры до времени, хотя как ему это доставалось, знала лишь Евдокия и администрация гостиницы, где они разместились. Слышимость в гостинице была отменная. И сцарапанный, притихший режиссер с утра появлялся в театре, сопровождаемый верной-благоверной, и все повторялось, и казалось, конца и краю этому не будет. Однако конец, как и положено, все-таки случился. Свершился, так сказать, произошел, состоялся, осуществился, обрел плоть и кровь и так далее. За два дня до премьеры возник на сцене у правого портала завпост Александров и, заикаясь от волнения, признался, что ковра к премьере не будет, не успевают. Слишком сжатые сроки, понимаешь ли. И вот тут Курилкова прорвала. Ниагара эпитетов и затейливых словесных оборотов, более известных как абсцентная лексика, хлынуло из него все сокрушающим потоком. Пальцы его впились в тело его, и, разрывая оное, заерзали, заходили, заелозили. Забегал режиссер по залу, обрушивая страшные проклятия на голову завпоста, а за ним забегало побелевшее в мгновение око, благоверное его с трясущимися руками причитая. «Анатолий, Анатолий, не хотите ли чаю? Чаю, говорю, не хотите ли, Анатолий?» Зверски сверкнул Анатолий очами, перекошенное лицо свое режиссерское повернул к супруге и львиным рыком своим огласил пространство, сразив наповал все и всех. «Не хочу чаю! Хочу чесаться!» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова